Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Предъявите ваш билет. В Абруйске запустили новый четвертый маршрут рейбуса. Столько лет мечтала, ходила на работу пешком, а сейчас вообще здорово. Как часто ходит транспорт. Попал под удар. В городе байкер оказался под колесами автомобиля. Госавтоинспекция призывает всех мотоциклистов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. О чем говорит статистика? Источник лаймборелеза. В стране активизировались клещи. Необходимо как можно быстрее удалить его. Как защитить себя. А также тактические учения, приемная кампания и хорошее предложение. Операторы сотовой связи смогут выдавать займы. Какие условия? В тестовом режиме. В Бабруйске запустили новый маршрут рейбуса. Подследование от Секорского до Держинского. Пассажиров перевозят на транспорте, который еще вчера сошел с конвейера. Оснащение по последнему слову техники. Татьяна Горбач прокатилась с ветерком. На работу как на праздник. Яна Шешина трудится в троллейбусном парке уже 6 лет. Но такого душевного подъема не испытывала давно. Девушка впервые выходит на маршрут на машине, оборудованной по последнему слову техники. Панель управления напоминает дисплей космического корабля. Но опытный водитель уже освоила все тонкости. Этот троллейбус сделан для полнейшего, стопроцентного комфорта водителя. Все в зоне доступности, в зоне досягаемости. Все удобно. До всего можно дотянуться. Главное достоинство низкопольного троллейбуса 203Т70 – производство МАЗ – система автономного хода. То есть машина может двигаться без подключения к контактной сети 20 километров. Классический дизайн, современное остекление, светодиодные фары и три вида наклона кузова. Последнее позволяет транспорту накреняться так, чтобы в салон беспрепятственно заезжала коляска. Новый троллейбус в разы просторнее своих предшественников. В салоне комфортно разместятся 90 человек. Ширина проходов увеличена. Для удобства в ночное время предусмотрено освещение дверных проемов. Есть экстренная связь с водителем. Большой плюс машины – сидение анатомической формы. Новый троллейбус курсирует в тестовом режиме по четвертому маршруту. Путь следования – проспект Строителей, конечная остановка улицы Сикорского, Шинная, Гагарина, Ульяновская, Шевченко, Крылова, Интернациональная, Советская, Держинского, Пушкина, Карла Маркса, Советская и далее. Пассажиры не нарадуются. Мне очень нравится этот маршрут, потому что всегда езжу на работу и очень удобно будет. Я надеюсь, что пополнится еще парк новыми троллейбусами. У меня такого плана удобно. До седьмого микрорайона ездят туда. Там дети живут, хорошо очень добираться. Хорошо, молодцы. Спасибо большое. Удобный маршрут, удобно добираться стало. Все устраивает, все хорошо. Столько лет мечтала, ходила на работу пешком. А сейчас, ну, вообще здорово. Транспортная сеть Бобруйска постоянно развивается и совершенствуется. Это веяние времени. Город растет, разрастаются спальные микрорайоны, появляется потребность в новых маршрутах. Удобство пассажиров – главный приоритет. В скором времени будут организованы в тестовом режиме еще несколько маршрутов. По результатам изучения пассажиропотока на данных маршрутов, будет принято решение о вводе одного из них на постоянной основе. Одним из них будет микрорайон Западный, а второй планируется запустить через проспект Георгиевский. Новые машины курсируют в тестовом режиме примерно раз в два часа. Как только маршрут будет утвержден, разбежка не превысит 40 минут. С расписанием движения «Четверки» можно ознакомиться на сайте горисполкома. Более подробная информация по телефону – 718945. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Билет в одну сторону. На дороге страны выехали байкеры. Бобруйский один из любителей двухколесного оказался под колесами машины. ДТП произошло на Гоголе. Водитель Ситроена не уступил дорогу байкеру, который выезжал со двора. За рулем мопеда «Хорс» оказался 65-летний местный житель. Мужчина с травмами был доставлен в реанимацию. Госавтоинспекция призывает всех мотоциклистов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Серьезность последствий при авариях с мототранспортом значительно выше остальных. И зачастую приводит к тяжелым травмам. Будьте внимательны и осторожны. ГАИ проводят рейды по всей стране. Инспекторы просят соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Число аварий растет в геометрической прогрессии. За последние сутки только в Минской области произошло два ДТП с мотоциклистами. Один водитель погиб. Плановая подготовка, подоходный налог и утренний полет. Белавия запускает прямой рейс из Минска в Мурманск. Отчего зависит стоимость билета. Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. С 19 по 22 апреля в Беларуси проведут тактические учения с одним из подразделений зенитно-ракетных войск БВС и ПВО. В ходе учений военнослужащие совершат марш в назначенные районы, выполнят ряд учебно-боевых задач по прикрытию критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника. Учения пройдут в соответствии с планом подготовки. Операторам сотовой связи планируют предоставить право выдавать займы гражданам на потребительские нужды, заявили в Нацбанке. Проект указа уже подготовлен. Однако есть условия. Сумма не должна превышать 200 базовых. В денежном эквиваленте это 7400 рублей. Такое нововведение выведет микрофинансирование на новый уровень, соответствующий реалиям. Минобор озвучил, сколько абитуриентов в УЗы и СУЗы планируют зачислить в 2023. Всего высшие учебные заведения намерены принять 52 200 человек. Это почти на 900 меньше, чем годом ранее. При этом бюджетных мест будет больше – почти на 1500. В ближайшее время будут утверждены сроки проведения приемной кампании, определят даты подачи документов, проведение вступительных испытаний, а также зачисления на все формы обучения. В МНС напоминают, ИП необходимо уплатить подоходный налог с физических лиц. Декларацию важно предоставить не позднее 20 апреля, а уплатить сбор до 22 числа. Так как это выходной день, возможность продлевается до 26. Подробности можно узнать на официальном сайте или в ближайшей инспекции. Увидеть северное сияние с 23 мая Беларе запускает прямой рейс из Минска в Мурманск. Летать на северо-запад России будут только по вторникам. Из белорусской столицы вылет запланирован в 10.15. Перелет в РФ в час дня. Время в пути – менее 90 минут. Билеты уже есть в продаже. Стоимость зависит от выбранного тарифа. Лайт в одну сторону обойдется в 134 евро. В обе – 244. Воздух поднимется. Эмбраер – 195. Современный подход. В Беларуси за прошлый год выдано свыше 230 тысяч биометрических документов. Секрет новинки прост. Для использования внутри страны предусмотрена ID-карта. На ней указаны ФИО, дата рождения, гражданство, пол, идентификационный номер. С обратной стороны размещен чип-модуль. Для выезда за границу применяется биометрический паспорт. Такие документы имеют значительно большую степень защиты, чем старого образца. Стоимость биометрических документов, ID-карта, составляет полторы базовых величины, биометрический паспорт – две базовые величины. Оформление ID-карты детям до 14 лет бесплатно, паспорта – полторы базовые величины. Обладатели биометрических документов могут зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, пользоваться всеми серверами, которые там расположены, а также осуществлять административные процедуры. Биометрические документы делаются в два раза быстрее, чем паспорт старого образца. Выдаются на 10 лет, детям до 14 – на 5. Максимальный срок изготовления – 15 календарных дней, ускоренные 5. Кстати, документ специалисты предлагают на выбор. Однако те, кто сделают его в пользу современного удостоверения личности, вернуться к прежнему варианту уже не смогут. С виду маленький надели зверь. В Беларуси активизировались клещи. Только в марте от укуса кровососущих пострадало свыше 200 человек. По сравнению с прошлым годом число в обращении выросло более чем в три раза. Первые случаи зафиксированы в Брестской области еще в начале февраля. Главная опасность – передача инфекции в виде ламборелеза или клещевого энцефалита. В Бобруйске уже 32 пострадавших, из них 12 детей. При обнаружении клеща на теле необходимо как можно быстрее удалить его, обратившись в организацию здравоохранения или, если нет такой возможности, удалить самостоятельно. Для этого используются специализированные средства для удаления клеща заводского производства. Согласно инструкции, можно пинцетом удалить или нитевой петлей. Излюбленные места обитания клещей – увлажненные, затемненные, лиственные и смешанные леса с высокими кустарниками. Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать простые правила – надевать светлую, максимально закрытую одежду на прогулке, пользоваться защитными средствами. Сразу после нас – сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»